В последнее время одной из наиболее обсуждаемых в обществе тем стала концепция проекта развития кинематографии для нас, страны, которая в свое время достаточно хорошо блистала, как производитель хорошего авторского кино, арт-хауса и вот только совсем недавно вставший на рельсе коммерческого кино, но, к сожалению, пока не добившийся определенных ярких, я бы сказал, результатов. Этот законопроект будет достаточно полезным в практическом плане, я думаю. И сегодня, чтобы подробнее поговорить о том, что будет из себя представлять данный проект, данная концепция, я пригласил в студию нашей программы директора департамента по делам культуры и искусства, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Ахтуты Раинкула. Добро пожаловать в нашу студию Ахтуты Рахмитула Эдна. Ну и в первую очередь расскажите, пожалуйста, что из себя представляет концепция и каковы основные в ней положения, которые, ну, по-настоящему будут способствовать развитию кинематографии в нашей стране. Данный документ, данный проект и законопроект, он очень важен для искусства вообще и киноискусства в частности. Мы можем говорить, что данная концепция у нас сегодня разрабатывается и разрабатывается в реализацию концепции культурной политики, в которой определенное место дано каждому виду искусства, каждому жанру искусства. В том числе и кино. Поскольку мы знаем, что кино одно из самых массовых видов искусства и которое на сегодняшний день, мы абсолютно правильно заметили, что объективно мы имеем очень хорошую историю киноискусства, имеем объективно исторически ценный материал, замечательные фильмы, которые сейчас у нас в нашей сокровищнице, в мирового кино. И сегодня, когда у нас современные реалии, когда у нас экономические, политические, а также, конечно, культурные новые реалии, и когда мы имеем совершенно новый уровень развития, как и киносетей, как и новый уровень трансляции, что ли, кинопродукта, кино, мы на сегодняшний день должны задумываться и задумываемся о будущем нашего кино. В сегодняшнем дне, конечно, о том, как мы будем развиваться для того, чтобы сохранить свою идентичность, сохранить свою уникальность и в то же время быть конкурентоспособными в новых реалиях. — Признаюсь честно, вот давно хотел поговорить на тему как раз-таки кино и давно хотел пригласить вас в эту студию, и благо сегодня это наконец произошло, хотел просто узнать. Вот, например, в той соседней России, если взять, то у них то же самое примерно было с кинематографом, что происходило и у нас буквально несколько лет назад. Да, очень мало качественного кино, очень мало по-настоящему массового, скажем, идеологического, ну, я не знаю какого, но, тем не менее, такого качественного кино очень было мало. С принятием закона о кино, основным положением которого выступило то, что человек, меценат или же спонсор, на деньги которого снимается, скажем, хорошее кино, а это ведь большие деньги на самом деле, то он получает в своем бизнесе какие-то определенные налоговые преференции, налоговые льготы. Вот такое возможно у нас, скажите, пожалуйста. Совершенно верно вы говорите. Для того, чтобы подготовить данный документ, мы провели очень детальный анализ всей ситуации, которая есть в мировом кинематографии. У нас есть страны, которые на сегодняшний день, как, например, Франция, европейские страны, которые имеют уникальную форму поддержки, государственной поддержки кинематографии, и на сегодняшний день это кино, которое конкурирует, например, с таким монстром, как американское кино. Там совершенно другая ситуация, там полная коммерциализация этого кино, но в то же время поддержка государственной политики в то же время. Для нас был очень интересен опыт стран, которые имеют исторически схожую, что ли, парадигму развития в прошлом. И, например, абсолютно точно это российский кинематограф. То есть экономически и культурно, да, у нас примерно одинаковые стартовые точки. И на сегодня мы, учитывая те достижения, которые действительно после принятия закона о кино в России, Россия достигает в своем киноискусстве, и учитывая те проблемы, которые у них также возникли в результате, например, перехода от одной, скажем, исторической ситуации, модели к другой, учитывая, опять же, процессы глобализации, возникновение новых технических возможностей, вот тот, именно, вот, очень возникает много возможностей для кино. И в том числе для того, чтобы, опять же, частные меценаты могли бы вносить свои какие-то средства. Очень много ведь у нас действительно продвинутых зажиточных или людей, которые действительно в состоянии состоявшихся людей, которые хотели бы поддержать кино. В то же время, на сегодняшний день, не имея закона о кино, и, как следствие, не имея концепции развития кинематографии в Республике Казахстан, и не имея, вследствие вот этих законодательных актов, каких-то преференций, опять же, налоговых и так далее, и так далее, мы, конечно, не можем рассчитывать на то, что это будет интересно для бизнес-сообщества. Конечно, мы сегодня говорим вот в концепции... Но есть, да, это положение прописано? Да, я хочу сказать, что вследствие того, что мы сейчас будем, разработаем и примем, и на сегодняшний день у нас проект нашей концепции о развитии кинематографии Республики Казахстан до 2050 года готов, и мы практически готовы сейчас внести это уже в государственные органы для того, чтобы обсуждать. Я хочу сказать, что этот документ был очень всесторонне обсуждался как с отраслевиками, с кинопроизводителями, с режиссерами, сценаристами и киножурналистами. Также очень большое и широкое обсуждение было с кинопрокатчиками, дистрибьютерами. Ведь это та часть, очень важная, потому что мы, конечно, понимаем, что нам нужны средства для того, чтобы сделать этот кинопродукт. В то же время он не будет достаточно эффективен и не принесет своей вот той пользы, то есть, попросту говоря, зритель не увидит его, как минимум, если не будет сильно слаженная работа кинопроката. А ведь много, на самом деле, казахстанских картин, которые сегодня лежат на полке, хотя я не знаю, но я говорю в первую очередь об авторском кино, которые где-то завоевали, может быть, я не знаю. Я хочу сказать, что на сегодняшний день очень интересная и удачная ситуация с авторским кино именно в Казахстане. Но то, что мы говорим, мы хотим создать такой механизм, при котором экономически, идеологически, опять же, чисто профессионально кинематограф наш мог бы быть конкурентоспособным. Это целый ряд, это целый комплекс различных мер, которые включают и нормотворчество, это включает и какие-то чисто отраслевые вещи, это включает, например, создание кинофабрики на базе казахфильма, который будет охватывать полный курс или как бы полный курс производства, цикл кинопроизводства. В то же время мы можем говорить о совершенствовании системы управления, когда будет проработка создания на территории киностудии определенного специальной экономической зоны. Это даст, опять же, определенные преференции для бизнеса, для тех, кто будет вкладывать в данное кино. Это вот на примере Голливуда, который делает свои пропагандистские фильмы, но на самом деле они получают деньги, ведь это бизнес по-настоящему. Да, это будет привлечение инвесторов не только наших отечественных, но и зарубежных, когда смогут приезжать. И мы с вами знаем, что экономическая зона, свободная экономическая зона, это определенные преференции, опять же, налоговые и так далее. Это очень привлекательно для вложения каких-то средств. Конечно, мы говорим о том, что не надо забывать о том, что мы должны помнить о детском кино, создание, например, целой студии анимационного кино. Мы должны думать о подрастающем поколении, которые должны расти в нашем отечественном продукте, для того, чтобы эти дети завтра будут основные потребители нашего кино. То есть это должна быть непрерывная такая политика, что ли, да, воспитание на нашем отечественном, на продукте нашего отечественного кино. А вот скажите, пожалуйста, Катер Ахмита Лавина, а вот на данный момент, да, какова у нас сегодня ситуация? Вот каким образом снимаются фильмы, например, хотя бы сериалы, да? А ведь, смотрите, даже телевизионный сериал, если взять, «Перекресток», вот Хабар еще и 17 лет назад начал показывать этот «Перекресток», который, ну, достаточно очень был популярным, и его практически знал каждый казахстанский зритель. Сегодня, к сожалению, вот такими-то хорошими сериалами есть они, появляются, и слава богу, на самом деле, то, что они есть. Да, вы сейчас говорите о телесериалах, которые снимаются на телевизионных каналах, и в которые, опять же, задрачивается бюджет телеканалов. Мы сейчас, мы говорим о концепции именно развития кинематографии. И кинематографии, мы можем говорить о том, что государственная поддержка очень мощная идет, и есть определенная программа. Вот сейчас, да, на момент. Выделяется из республиканского бюджета, программа называется «Производство национальных кинофильмов». И, конечно, прежде всего, это должны быть фильмы, которые соответствуют нашим национальным идеалам. Конечно. Это патриотический, это воспитательный процесс, это, конечно, детское кино, это славление нашей истории, это исторические какие-то даты, исторические фигуры и так далее, и так далее. И это называется программа производства национальных фильмов. То есть есть, да, этот проект? Действует сегодня? Конечно, действует, и на самом деле снимаются очень качественные фильмы, и мы можем с гордостью сказать, что сейчас... Мы их увидим. Конечно, да, мы их видим, и я думаю, что самое главное, что сегодня у нас есть очень интересные сценарии, которые, на основе которых будут, опять же, производиться эти фильмы. Я хочу сказать, что вследствие совершенствования системы управления, который будет вытекать после принятия концепции и закона о кино, который мы предполагаем принимать в 2017 году, будет также создан фонд поддержки кино. Это дело будущего, но в котором будут аккумулироваться определенные средства, и которые будут, в свою очередь, не просто аккумулироваться, а в очень объективном режиме и в правильном режиме распределяться средства. А это не тоже хороший инструмент, который есть и нормально действовать на Западе, да? Да. Мы сейчас можем говорить о том, что Госфильмофонд, он будет аккумулировать у себя всю нашу историю, всю наш сегодняшний день. Мы с вами помним новая волна фильмы, которые очень трудно сейчас собрать. Это был период, когда просто каждый кинорежиссер держал у себя эти фильмы. И сегодня у нас в обязательном порядке каждый фильм, который снимается в Республике Казахстан, должен предоставить Госфильмофонд копию, и тем самым мы сохраняем то, что у нас производится. Это несколько шагов. Я хочу сказать, что вследствие принятия документов, это создание многоканальной системы финансирования нашего кино, которая позволит людям, которые вкладываются в кино, которые снимают кино, которые заинтересованы в продвижении кино, получать свои мотивационные вещи, в том числе в налоговом обложении, в каких-то, еще в своих каких-то тратах и опять же вливании. Это такая система, которая позволит создать благоприятную ситуацию для развития кино, для продвижения кинопродукта. Опять же, это создание кластеров киноиндустрии, то есть многофункциональные вещи. А вот вы когда говорили, что обсуждали, в первую очередь, со специалистами от кино, режиссерами, сценаристами, как они воспринимают? То есть какие у них есть замечания или же может быть дополнения? Вы знаете, Ирлана, я хочу сказать, что обсуждение этих документов было настолько живое, настолько, наконец-то мы, я думаю, что мы услышали друг друга, самое главное, что была возможность высказаться всем, была возможность вживую, очень активно, эмоционально пообсуждать вещи. Конечно, были те вещи, которые в ежедневной жизни мы должны притворять, и вещи, которые действительно в нормотворчестве мы должны притворять. Это было живое обсуждение, опять же, как я повторюсь, это были отраслевики, это были и прокатчики, и дистрибьюторы, те люди, которые участвуют и в производстве, и в прокате нашего кинопродукта. Очень важно было, что мы проводили это обсуждение не только в живом общении, потому что времени не хватало у нас, мы недели сидели. Какие, к сожалению, вот на этой нашей программе. И мы продолжали принимать заявки и обсуждали уже в электронном формате, то есть в дистанционном, заочном формате. Я думаю, что данные документы, они сейчас позволили нам взглянуть самим же производителям кино на себя со стороны. С точки зрения вот такой кинопроизводящей державы, уже встроенной в определенную сеть мирового кинематографа. То есть потенциал у нас на самом деле есть сегодня, и сценаристов, и режиссеров. Есть, очень интересно. И вот, пожалуй, наверное, последний вопрос, не так много времени у нас с вами остается. Теперь, каковы дальнейшие шаги по продвижению этой концепции до непосредственно законопроекта? Ну, вы знаете сами, что это обсуждение на уровне государственных органов, это внесение проекта в правительство, это внесение проекта и обсуждение уже на уровне в канцелярии премьер-министра, у юристов, в министерстве юстиции. И затем, я думаю, что в реализацию этой концепции, когда она будет принята, в реализацию будет принята еще одна программа. То есть пошагово расписываются все те наши шаги, все наши предложения уже с определенными сроками для того, чтобы те наши опции, которые прописаны в концепции, были у нас реализованы. А по срокам пока еще не можно сказать, когда это все? До конца этого года мы должны принять концепцию. До конца этого года. Защищать будете вы, насколько я понимаю, это все. Удачи вам, и я думаю, что многие все-таки вас поддержат и отнесутся с пониманием, потому что это дело не только ваше, это дело, я считаю, что... ...всей страны и в первую очередь для формирования как подрастающего поколения, как для формирования странового бренда, как вы сказали хорошо, кинематографической державы. Удачи вам, я надеюсь, как раз-таки после обсуждения, возможно, лишь в процессе обсуждения, не лишним будет еще раз прийти сюда к нам и рассказать нашим телезрителям о том, как продвигается концепция по развитию кинематографии Казахстана. Спасибо огромное. Спасибо. 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 ... Спасибо. Спасибо.